В 2016 год в стране прошел под знаком российского кино, творческие встречи, тематические выставки, спецпоказы. 27 августа в Ивановской области прошла всероссийская акция «Ночь кино». Возможность бесплатно посмотреть фильмы на современном кинопроекционном оборудовании, установленном в цирке, ивановцы восприняли на ура. Уже в новом 2017 году в Тейкове, Фурманове, Родниках и Вичуге откроются кинотеатры. Ленты для показов уже есть. Их подарил региону народный артист России Николай Бурляев во время своего визита в нашу область. Он презентовал для нашего региона, подарил 100 фильмов, которые мы будем в течение следующего года демонстрировать, в том числе и на тех новых киноплощадках, которые откроются в нашем регионе. Четыре кинотеатра получили грант фонда кино в размере 5 миллионов рублей. Состоялся в уходящем году и премьерный показ фильма «28 панфиловцев». Большая часть зимних съемок кинокартины проходила в Ивановской области, в деревне Першино, Тейковского района. В съемках активное участие принимали местные жители. А наш земляк Петр Корягин написал музыку к этой киноленте. Съемки проходили в течение трех лет. Это был очень такой затратный, тяжелый процесс. Нас поддержало 35, порядка 35 тысяч человек. И мы собрали порядка 35 миллионов рублей на съемки. Поэтому можно с уверенностью сказать, что этот фильм настоящий, народный. Поэтому мы хотим очень такого широкого народного проката и благодарим всех, кто поддержал этот фильм. Итоги года кино в нашей области подведут уже в январе, презентовав широкой публике книгу об Ивановском кинематографе. На предстоящий год в сфере культуры планы большие. В регионе будут отмечать 150-летие со дня рождения поэта-симболиста Константина Бальмонта. Мы уже сейчас разработали план мероприятий. Кроме того, состоятся и традиционные фестивали, которые проходили, посвященные творчеству этого поэта. Будут также продолжены и реализовываться те фестивали, которые проходили в этом году. И, несомненно, перед нами стоит задача провести их на более высоком и качественном уровне. Для нас еще очень важно будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы. В первую очередь это сельских домов культуры. Для сотрудников областных храмов Мельпомена 2016 год оказался богатым на события. Удалось осуществить 15 новых постановок. Начало сезона для Ивановских театров выдалось тревожным. Состояние здания дворца искусств вызывало опасения. Спектакли пришлось показывать на других площадках. Театр обследовали специалисты строительно-конструкторского бюро и выяснили, в комплексе безопасно находиться. Первый этап – это, конечно, визуальное обследование, то есть и обмеры, то есть то, что мы выполнили. Впоследствии сейчас немаловажный объем работы, может быть, даже он более существенный – это инструментальное обследование непосредственно уже строительных конструкций музыкального театра. То есть это металлические балки, колонны, стены кирпичные, фундаменты железобетонные. Уже с инструментальным обследованием, с необходимым оборудованием, с специализированным оборудованием, по которым уже будут составляться дальнейшие отчеты, для того, чтобы выявить вообще, что может быть со зданием. Канун Нового года сбываются заветные мечты. Так случилось и с музеем Камня. Совсем недавно здесь начался монтаж оборудования для цифрового планетария. Из городского бюджета выделили полтора миллиона рублей. Предварительно официальное открытие намечено на 13 января. Точная стоимость входной платы еще не определена. Ориентировочно она составит около 200 рублей, в зависимости от возраста посетителей. У нас предусматривается и просмотр видеофильмов специальных, и семинарские, лекционные занятия, и уроки, и так далее. Но сейчас во время монтажа мы уже смогли оценить качество изображения. Оно высочайшее, по крайней мере, то, что видели мы в аналогичных планетариях. Там достаточно слабые. Почему выбрали именно эту систему? То есть не зеркальную, она подешевле. Может быть, мы сэкономили бюджет у денег. Но, с другой стороны, если на деньги можно купить вот такую замечательную систему поставить, что нам поставили, и изображение просто потрясающее. Полные 360 градусов, полное погружение. Сбылась под Новый год еще одна мечта всех, кто так или иначе радеет за искусство. Сотрудники Главного управления уголовного розыска и ФСБ смогли найти украденные в августе 2014 года картины Исаака Левитана. Кто только не пытался искать бесценные полотна. Два года назад наша съемочная группа даже ездила к гадалке. По словам Юлии Журинской, картины должны были найти спустя полгода. А вот, что она рассказала про заказчика этого преступления. Этот человек уже знал, куда картины хотя бы часть уже продал. И, скорее всего, уже они проданы. То есть, возможно, две. Одна-то точно, думаю, и вторая тоже. Но они ближе туда, в Москву ушли. То есть, в ту сторону. Я вижу, что они разделились. Но он живет недалеко от Плеса. Сам человек находится, который все это организовал. Одно полотно полицейские обнаружили в Московской области по месту нахождения бандитов. Остальные – в Нижнем Новгороде. По завершении следственных действий картины вернут в музей. То, что криминальные следы в этом громком деле ведут в Московскую область, совсем неудивительно. Как говорится, гадалки не ходи. Ведь стоимость похищенных полотен известного художника составляет 77 миллионов рублей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.